Здравствуйте! Приветствуем вас на нашем вебинаре. Начинаем его. Традиционно проверяем, работает ли наш звук. Если вы нас слышите, пожалуйста, напишите на вкладочке questions плюсики. Мы проверим, что вы нас слышите и все хорошо. Так, если вдруг вы нас не слышите и звук не работает, то попробуйте переподключиться. Очень часто это помогает. Все вижу плюсики, все хорошо. Так, видео у нас к сегодня, к сожалению, не будет, но запись традиционно мы обязательно выложим. Запись будет. После вебинара мы ее отдадим девчатам, которые выкладывают их на сайт. Так, сегодня мы поговорим с вами об обновленном магазине, вернее, об обновленных компонентах, которые будут входить в стандартный шаблон нашего интернет-магазина. Выступать мы будем сегодня вдвоем. Я Юрий Волушин и Орландо Велосека. Здравствуйте! Итак, начнем. О чем мы сегодня с вами поговорим? Вот такой страшный список, о чем мы будем с вами разговаривать. Обновление огромное. На самом деле, очень интересных много вещей вошло в компоненты современные. Они стали более современными, более красивыми. Они поддерживают те нововведения, которые нас очень просили добавить в компоненты. Мы проработали очень много идей, которые были опубликованы на сайте идей. Разговаривали с клиентами, разговаривали с партнерами нашей компании. И постарались сделать компоненты удобными как для кастомизации, для разработки разработчиков, так и для наших клиентов, которые используют наши шаблоны без особых изменений. Не буду перечислять, о чем мы будем разговаривать. Лучше сразу перейдем к конкретной презентации. Ну, так как, чтобы наш день немножко улыбнуть и сделать его более приятным, наш мем, который уже в интернете завоевывает популярность, это заявление нашего разработчика, Орландо, с которым я сегодня выступаю, о том, что компоненты каталога идеальны, и их не надо кастомизировать. Ну, кастомизировать на самом деле их надо, и можно, и даже очень стало легко это кастомизировать. Но об этом, конечно, Орландо расскажет отдельно сам. Итак, о чем мы сначала поговорим? Это компонент списка товаров. Это, наверное, основной компонент, который используется внутри интернет-магазина, используется для вывода товаров, списков товаров, в разделах, в каких-то группах товаров, в отборах и так далее. Что же нового появилось в этом компоненте? Самое, наверное, основное, то, что появилось в этом компоненте, это возможности, варианты отображения. Теперь вы, чтобы собрать, как выглядит картинка на вашем экране, или не картинка у ваших клиентов, когда вы собираете магазин, вы можете настраивать полностью это самостоятельно. Вы можете задавать количество элементов, которые будут выводиться в строке, вы можете задавать размер элементов, вы можете задавать разное количество элементов в разных случаях, вы можете собрать вывод каталога так, как нравится больше всего вам. В варианте отображения вы сможете использовать подмешивать бигдату. Это вообще отличная, потрясная вещь, когда можно подмешать в обычную выдачу, не делать отдельный блок, где мы рекомендуем товары, на которые клиенты могут не прореагировать, а просто в стандартную выдачу вашего компонента подмешать какие-то товары, которые могут заинтересовать ваших клиентов. Это очень хорошо влияет на конверсию. Я установил такую схему на один из рабочих сайтов для анализа, чтобы посмотреть, что все хорошо работает. Мы немножко потом попозже посмотрим, как это выглядит на настоящем сайте. Но вначале давайте посмотрим вообще, как это настраивается и как мы будем выглядеть. Сначала мы глянем, как это выглядит вообще без настроек, то есть стандартный вывод, там по три элемента будет, а потом попробуем его перенастроить. Я переключаюсь на компьютер Орландо, он будет комментировать и показывать вам, как все это работает. Я ему буду помогать. Так, переключаемся. Show my screen. Так, ну что же, попробуем настроить новую схему. Сейчас у нас три элемента в ряд. Попробуем сделать, например, один элемент выделить. Секунду, перейдем во внешний вид. На весь экран. Здесь у нас сейчас схема. Три элемента в ряд, пять рядов, 15 всего элементов. Мы сделаем схему с одним выделенным элементом и всего будет пять в ряду. Ну и добавим какие-нибудь стандартные. И подмешаем сразу бигдату в конце, ну, допустим, из трех элементов. Секундочку. Выделим бигдату и поставим, например, ну, пусть будет в конце. Здесь сразу же мы можем указать, по какому способу мы будем выделять эти элементы. Варианта у нас два. Первый вариант – это мы, как выборка нам предоставит товар, мы в таком же порядке и выделим. То есть если первый элемент стоял на первом, он должен быть выделен первым, мы его и выделим. Второй вариант – это по свойству. Мы можем выбрать какое-нибудь свойство из представленных. Например, я хочу лидера продаж, ну, стараться по возможности выделять лидера. И мы можем выбрать лидер продаж. В этом случае тогда у нас, возможно, пересортировка. Небольшая, там в пределах трех-пяти элементов, они могут поменяться местами. То есть фактически, получается, мы теперь в момент выдачи можем регламентировать, какие товары показывать большими. То есть можно завести специальное свойство, типа большой элемент, выбирать это свойство здесь и показывать те элементы, которые вы хотите подмешать в выдачу именно в большом виде. Вы можете специально подгрузить более большие картинки в этот элемент, вы можете создать более качественное описание и привлечь тем самым клиента к тем товарам, которые, например, поступают на какую-то определенную распродажу. Или вы хотите, чтобы клиент на них обратил внимание. Сейчас мы выделим строго по шаблону и посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас отобразились наш первый ряд с увеличенным, выделенным товаром. Отобразилось второй. Третий также у нас был выделен с правой стороны. И Big Data. По Big Data, если посмотреть, она подгрузится чуть позже. Сейчас посмотрим, получится ли это здесь. Но она чуть позже, она скорее на втором хите, независимо, она подгружается. Она подгружается уже, там идет запрос в облако и по вашим рекомендациям уже отображаются ваши персональные товары. Чтобы не создавать такой эффект, что товары появляются не очень сразу, лучше Big Data ставить не на первую строку, а на вторую, на третью строку, где клиент в принципе уже визуально не увидит этого эффекта подгрузки. И система автоматически элементы успеет подмешать. В целом по отображению, наверное, у нас... Так, ну давай не все, давай посмотрим, как это выглядит, например, Big Data на каком-нибудь сайте, который работает. Ну давай вот зайдем на сайт Творник 39. Мы уже выложили на этот сайт компоненты. Они не все, правда, там еще нет деталки. Деталку я не успел. Вот давай вот. Вкусняшка. Да, точно. Вот вы можете, в принципе, пойти по этому урлу и посмотреть, вот в списке товаров, вот можно было увидеть, что элемент подгрузился чуть позже, ниже. Элементы будут у всех разные. Вот Орландо рекомендовалась вот такая выдача, вы можете зайти, посмотреть, что порекомендует система ВАН. То есть, как бы мы Big Data подмешиваем внутрь компонентов, тем самым клиенты могут использовать ее и показывать именно те варианты отображения, которые могут быть релевантны для конкретного клиента. Очень интересная возможность новая, которая появилась у новых компонентов, это возможность отборов, отборов товаров, с которыми мы будем дальше работать внутри компонента. Для чего она может быть нужна? Например, вы хотите показать все товары, у которых размер там Excel. У вас осталось на складе очень много товаров, которые Excel, и вы хотите их отобразить, показать, чтобы они показались у вас только они. Или вы хотите сделать отдельный раздел, где будете показывать, например, только товары со свойством красным. Или вы хотите сделать определенный отбор каких-то товаров по другим каким-то свойствам, нужным для вашего магазина. Теперь такой отбор сделать достаточно легко. Вы можете выбрать, какие отборы вы будете добавлять внутри компонента, выбирать их. Там появилась возможность прям очень гибко настраивать такие отборы и показывать в определенных группах те товары, которые вы отобрали. Давайте какой-нибудь отборчик сделаем. Сейчас Орландо зайдет, покажет, как это сделать. В целом, мы можем показать, например, поиск кул, если какое-то у нас есть свойство, или мы можем сделать выбор по... Сейчас я вам покажу список. В принципе, этот контрл вам напоминает контрл выбора скидок у нас в админке. Собственно, здесь также у нас есть поля и характеристики товаров. Это, например, активность или еще какие-то условия. Также у нас есть свойство предложений. По предложениям мы можем, например, выбрать, что я хочу показать все красные элементы. Кстати, пока ты настройки делаешь, небольшое такое сразу замечание. Мы можем сразу не пугать клиентов красной надписью, что условие не закончено. Оно действительно не закончено. Это понятно, что ошибка вроде бы корректная. Но показывать, например, такую надпись, когда уходит фокус с этого блока. Потому что сейчас это понятно, что оно не закончено, потому что ты его только начал настраивать. Немножко выглядит, конечно. Да, это правильно. В общем, выборка у нас... Мы выбрали все красные элементы и сразу их предвыбрали. То есть, если у нас, например, есть товары, у которых 5 цветов, мы выбрали сразу красный и показали его. Но это не значит, что мы их показываем только красный. Это значит, что мы его просто предвыбрали. Потому что в случае, если мы выберем, например, показать только новинки, мы покажем только новинки. Мы не поставим их выше выборки или что-то. Мы отобразим только сами новинки. Поэтому в этом есть немногое различие. Нет, здесь, скорее всего, даже не так. Здесь это именно отбор. То есть, мы отбираем товары по каким-то свойствам, по каким-то характеристикам и так далее. А вот как они отсортируются, осталась такая же самая настройка, как и была. В зависимости от той настройки, как вы ее сортируете, по просмотрам, там, я не знаю, по алфавиту, еще как-то. Она будет отсортирована в таком как бы виде. Но изначально на экран выводятся только те элементы, которые были отобраны. Вот как в своем случае ты сказал красное, мы все исключенные элементы сделали красными. Да, мы их внутри оставили и другие цвета, потому что клиент может все-таки выбрать, захотеть какие-то другие цвета посмотреть. Но самое главное, что на экране, зайдя в конкретный раздел с цветом красный, клиент увидит ваш только красное платье, которое он и хотел, в принципе. Да, в целом здесь поддерживаются также группы, группировки, например, показать все новинки красные и лидеры продаж желтые, и что вам только придет новым. В целом я сейчас попробую, посмотрим, если у нас тут у нас будут и новинки, и красные. Собственно, мы можем сразу посмотреть, что все-таки из этого новинка, выбрав лейбл новинка. Сейчас мы найдем, чуть-чуть забегаем вперед, конечно, но при скролле чуть-чуть не торопись, а то экран мель-мель тишит очень тяжело. Так, выберем здесь. Вот у нас получается красный товар и два товара новинка. Это вам выборка, как мы и хотели. Ну, чтобы далеко не уходить от новинок, так сказать, давай посмотрим, что из-за контрол такой новенький появился для отображения вот этих вот лейблов. Во-первых, теперь лейбы стали множественными. Вы можете собирать несколько лейблов и сразу выводить внутри товаров. То есть нет ограничений на количество этих лейблов, нет ограничений на еще какие-то по лейблам значения. Вы можете теперь задавать, где будет расположен лейбл, то есть вверху, внизу, справа, слева и так далее. И вы можете теперь указать, кроме лейбла, такое же отображение для скидки. Вот появились такие вот новенькие контролы. Вот сейчас. Мы можем отобразить сразу показывать, что на мобильных устройствах, что не показывать на мобильных устройствах. Да, вот это еще одна из интересных возможностей. Вы можете, например, на мобильном устройстве карточка товара достаточно маленькая, соответственно, вы сможете, например, на мобильном устройстве показывать одну лейбу, самую важную для вас, а на десктопных устройствах показывать, например, 2-3 лейблы, потому что там они будут выглядеть достаточно красиво, а на мобильном устройстве 2-3 лейблы не очень красиво. Вот такой красивый control дает возможность вам указать, с какой стороны от картинки карточки вашего товара покажется лейбл. Сейчас сохраняем ее и смотрим, что у нас получилось. В данный момент у нас здесь ни одного товара. Тебе-то зря отборчики снял. Надо было по отборам оставить, чтобы он лейбл. Давай сейчас схитрим, сделаем отбор. У нас были лидеры продаж, да? И новинки, по-моему. Да, лидеры продаж и новинки. Ну мы сделаем те-те. Вот, собственно, у нас появились лейблы. Вот в таком виде будет показано 2-3 лейблы и так далее. То есть вот для данных картиночек обувь достаточно, картинка такая невысокая. То есть это не человек, она помещается на экран как бы в центре, ну не на экран, а в карточке в центре. Соответственно, можно, например, для обуви выбрать несколько лейблов показа и так далее. То есть в разделе обуви. То есть можно будет задавать различное количество лейблов в зависимости от раздела вашего товара, ну от раздела вашего интернет-магазина. Так, смотри, чтобы уже завершить этот раздел по списку, у нас, у нас, у нас, у нас порядок отображения блоков. Давай расскажем немножко о порядке отображения блоков. Не закрывай карточку. Вот раньше схема работы была такая, что выводился сначала название товара, потом выводилась цена этого товара, потом выводились свойства, свойства, которые влияли, и выводилась кнопочка в корзину. Вот как раз это тот вариант, который, например, меня всегда немножко напрягал. Почему напрягал? Потому что человек, когда идет по картинке или по карточке вашего товара, он ее как бы читает. Читает, мы привыкли слева направо и сверху вниз. Соответственно, для меня немножко странно всегда выглядело, что цену мы показываем наверху, потом идет свойства, которые могут изменить эту цену, а потом идут кнопка купить. Это еще не самый плохой вариант, когда у нас просто выбор цветов или выбор каких-то вещей, потому что клиент, скорее всего, поднимет глаза и посмотрит, что происходит вверху. Хуже, когда выводятся количественные товары, и когда человек выбирает, сколько он хочет купить, вы продаете там какой-нибудь, я не знаю, сыпучий товар, чай, еще какие-то товары, и вы хотите посмотреть, сколько он реально будет стоить. Он пересчитывается, и вы это никогда не могли увидеть. Теперь есть возможность менять местами те элементы, из которых состоит карточка. Давай посмотрим, где это находится в настройках. Порядок отображения блоков товара. Здесь мы можем задать свой порядок. И как ты хотел? Я хочу цену, чтобы она стояла после количества, то есть перед действием. Перед действием, под действием мы подразумеваем кнопку. Заодно мы включим тогда количество, потому что количество в данный момент у нас было выключено. Секунду, не торопись. Моему, оно здесь. Пока ты смотришь, я посмотрю, что он тут по вопросу подстоит. Разрешить указание количества. Сохранить. Так, как вы видите, сейчас цена указана снизу. Мы добавили контрол количество, и, собственно, мы можем видеть общую нашу цену. Но в данном случае, конечно, нам указано количество здесь, поэтому все-таки цену я бы оставил сверху, так как это цена за один товар. Я не предполагал, что ты еще и количество увидишь, поэтому я такую схему разговора вел. А на самом деле, да, вы теперь, самое главное, вы можете теперь сформировать карточку так, как действительно подходит для вашего магазина. То есть удобно сделать для вас в зависимости от специфики вашего товара, в зависимости от как работает клиент с вашим товаром. То есть вы можете немножко модернизировать карточку и делать ее более адаптивной под вашу схему работы. Вам для этого теперь не потребуется никакая кастомизация, то есть это делается все в рамках просто легкой настройки компонента. Не обязательно иметь какие-то дополнительные знания, чтобы это сделать. Ну и идя дальше по нашему компоненту списков, давай посмотрим, что еще интересного появилось. Вот ты говорил, что там появился красивый слайдер, появилась красивая галерейка внутри списка, теперь картинки переключаются. Можно смотреть, вот видно на экране, что у нас есть переключение картинок, видно, что картинки сами переключаются. Наверное, можно задавать, естественно, время переключения. Да, у нас есть время переключения, также у нас есть так называемый прогресс бар, это полоса прогресса, когда... Мы даже ее сейчас, наверное, включим, чтобы было примерно представление. Конечно, включим, чтобы посмотреть, как она выглядит. В этом случае мы можем видеть время, через которое он пролистнется, слайдер. Ну вот задается как раз настройка компонента время, через сколько слайдер будет меняться. Это в миллисекундах. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас есть голоса прогресса. Вот видно, что синенькая полосочка под картиночкой, она не очень сильно яркая. Это сделано для того, чтобы просто клиент понимал, что идет какое-то время, и картинка будет меняться. Мне вообще нравится такая схема отображения. На сайте, который мы показывали по бигдате, я включил по умолчанию себя ее. Мне достаточно нравится, что изменяются картинки, и человек видит, что время отображения происходит. То есть получилось достаточно интересно. Отлично. Но давай тогда посмотрим еще одно из нововведений, которое вы очень просили. Это нововведение, наверное, состоит из двух частей. Это возможность показать товары не все сразу и делать не постраничную навигацию в чистом виде, когда вы по кнопочкам 1, 2, 3 переключаетесь. А, например, делать, как делают в современных магазинах, ну, например, на Яндекс.Маркете делают, во многих больших магазинах, когда мы подгружаем товары по кнопочке «Показать еще». Но в то же время мы оставляем возможность выводить и постраничную навигацию. Вообще удобно, когда есть и та, и та возможность. И клиенты в зависимости от типа устройства нажимают либо так, либо так. Вот такая вот подгрузка вообще очень удобна на мобильных устройствах. По-хорошему, по-хорошему, наверное, мы уговорим потом Орландо, чтобы он сделал возможность устанавливать разный вид контролов на разных устройствах. То есть на мобиле, например, мы показываем подгрузку, а на большом десктопном устройстве мы показываем и подгрузку, и показываем вывод постраничной навигации. Надеюсь, он согласится на такие изменения. Что же, я убрал фильтр, чтобы у нас товаров побольше было в выборке. И сейчас мы включаем «Лэйзи лод». Тут мы можем кастомизировать фразы, если вам потребуется. И посмотрим, что у нас получится. У нас много-много товаров. И в нашей схеме отображения у нас три в ряд идет. Соответственно, мы увидели три ряда по четыре товара, 12 товаров всего. И можем посмотреть еще. У нас появилась дальше наша выборка. Опять же, все это кэшируется, и на компоненте «Топилоги» все это вырезается. Вот у нас мы подгрузили все наши товары. Соответственно, это очень полезно в плане производительности. Мы не можем не выгружать все товары сразу, подгружать их постепенно. Теперь, когда у нас уже есть кэш, так же все это из кэшика берется и подгружается. Есть также параметр «Подгружать при скролле»? Это параметр, который, например, используется в всеми, наверное, известной социальной сети ВКонтакте, когда вы прокручиваете элементы, вы прокручиваете посты внутри ВКонтакте, и они постоянно подгружаются новые, 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 новые. Такая же возможность теперь появилась в каталоге, вы можете ее настраивать и давать возможность подгружать такие элементы при скроллировании. Орландо вообще схитрил и вывел все три возможности. Вот тут как раз-таки самый интересный момент, что я бы на мобиле, наверное, даже сделал автоподгрузку, потому что в магазине, на котором я обычно экспериментирую, там не так много товаров, это такой достаточно узкоспециализированный магазинчик, и мне вот этот автоскролл, наверное, помог на мобиле очень сильно, чтобы клиентам ничего не нужно было нажимать. Там обычно 12-24 товара в секции, и отлично, зашел человек в секцию, пролистал на мобильном устройстве, выбрал то, что ему нужно. Достаточно интересная возможность. Итак, двигаемся дальше. Еще одна из возможностей, ну, кроме того, что мы сделали возможность в каталог секшен, мы ее поддержали в каталог топ, естественно. Мы его поддержали в каталог Product Viewed, то есть это компонент, который показывает те товары, которые клиенты просматривали во время сессии, вы можете его отдельно выводить. Поддержка, естественно, всех этих нововведений появится как в комплексном компоненте, кто его использует, так и в раздельных компонентах, кто любит собирать магазины на раздельных компонентах. Ну и еще одно нововведение, которое очень понравится тем клиентам, которые следят за продажами, вообще за аналитикой внутри Google Аналитики или Яндекс Аналитики. Это возможность отдавать туда данные. Раньше для того, чтобы отдать данные в Google или в Яндекс, приходилось кастомизировать компоненты. Процедура достаточно болезненная, потому что нужно расставить достаточно много меток и точек, где нужно это про... как бы делать отправку в Google и в Яндекс. Это клики на кнопки, это просмотры, это переходы по ссылкам и так далее. То есть достаточно много работы приходилось выполнять. Мы встроили эту возможность теперь в продукт, она включается простой галочкой. Сейчас Орландо покажет, где она включается, вернее, он уже показывает, где она включается. Вот галочка в настройках. Все. И данные уходят. Вы можете задать, в каком контейнере она идет. Есть немножко фразы, конечно, у меня. Ну, мы поправим. В общем, у нас в Google и Яндекс, они сделали очень хорошую вещь. Они добавили, ну, просто используя массив Data Layer, можем передавать данные Аяксам в фоновом режиме. В данный момент у нас эту возможность поддерживают компоненты Catalog Section, Catalog Top, Catalog Product Unit и компоненты магазина. Это Sale Basket Basket и Sale Order Аякс. Собственно, в компонентах каталога мы можем учитывать просмотры, добавление, удаление в корзины. В компонентах магазина мы также можем учитывать добавление и удаление с корзины и сам факт оформления заказа. И какие-то шаги по пути оформления заказа. В целом, это включается одной галочкой, и все данные, независимо, подключите вы Google или Яндекс метрику, они совместимы. А можешь показать хотя бы в Google, как это выглядит внутри Google аналитики? Сейчас попробуем найти наш Google. Так, давайте, пока он подключается к Google, я почитаю немножко вопросы по секции и постараюсь на них поотвечать. Так, вопрос от Романа. Наиболее частый запрос – переключатель количества товаров на странице. Да, во многих каталогах делают отдельные компоненты, которые перед списком товаров делают какие-то минимальные действия с этим каталогом. Например, меняет сортировку с алфавита вперед на алфавит назад, то есть обратную или прямую сортировку. Делает возможность показать товары либо карточками, либо таким списочком в виде какого-то такого прайс-листа и так далее. Ну, то же самое можно переключать количество товаров на странице и так далее. Этот компонент появится, он появится чуть-чуть позже. Орландо уже начинает заниматься этим компонентом. Мы думаем, мы его выпустим обязательно, скорее всего, уже после нового оклода. Орландо зашел в Google, ну и, наверное, он нам покажет какие-то интересные вещи. Да, ну, собственно, здесь некоторые демо-данные, которые у меня были на моей установке, они подгрузились. Здесь мы можем видеть, что у нас есть добавленные, ну, использованные продукты. Это нижнее белье, туфли, ремень и процент в доходах. Также у нас есть отслеживание эффективности товаров. Мы можем смотреть, какие товары больше смотрят, откуда их больше смотрят. Еще, ну, здесь, на самом деле, множество показателей, которые можно посмотреть. Вот у нас можно увидеть, что идентификатор транзации, наверное, даже можем посмотреть. Вот было куплено нижнее белье. Ну, в целом, это тестовые все-таки данные. 15 штук, 15 штук, да, и 13 других. В целом, здесь, конечно, много всего. И это мы с Юрой, наверное, напишем все-таки отдельную статью. Да, отдельную статью, да, как это в целом подключить и какие преимущества вы можете получить от использования. На самом главном, ну, самое главное в этой возможности, которая появится внутри Bitrix 17 версии, это возможность отправлять данные фактически в один клик. Если раньше приходилось очень сложно настраивать выгрузку этой аналитики, очень сложно кастомизировать компонент или кастомизировать компонент ради этой возможности, то теперь все, одна галочка. Вы включили ее, данные отправляются в Google, в Яндекс. Вы видите данные внутри Google, внутри Яндекса. Вам остается только внутри счетчика поставить подключение этой возможности. То есть в Яндексе это просто одна галочка, в Google это немножко сложнее, но, как сказал Орландо, мы скорее отобразим эти возможности внутри какой-то статьи, потому что это будет более наглядно. Так, ну, давай побежим, пробежимся немножко по вопросам, по ответам и переключимся дальше, ну, чтобы секцию уже закончить. Разработчикам, это вопрос скорее к тебе, разработчикам будет доступна кастомизация сетки? То есть вот у тебя сейчас есть 4, 3, там, 2 товара, а вот я хочу 8. Да, это будет доступно, и мы чуть попозже к этому перейдем. У нас есть отдельный блок разработчикам, отдельный блок в рамках презентации. Он будет в конце, и там как раз есть один из вариантов, как мы можем кастомизировать отображение вот этих вот рядов. Отлично. Ну, давай другие еще вопросы сразу подключаем, чтобы перейти пока по слайдам тогда по этим. Когда выйдут эти обновления? Это, наверное, самый частый вопрос, который звучит сейчас в ленте. Я уже устал, если честно, эти вопросы отдельно собирать. Выйдет обновление, скорее всего, после Нового года. Оно уже доступно в виде альфа-версии для партнеров. Партнеры могут его устанавливать. Вот на сайте, на котором мы вам вживую показываем, уже эти компоненты стоят. Там пока нету, правда, деталки, но это я просто немножко занят был. У нас были релизы. Не успел еще деталку туда подключить чуть позже. Я деталку туда тоже выведу. То есть партнеры уже могут пробовать, экспериментировать, смотреть, что получается. Компоненты на тестирование. Но тестирование сейчас очень сильно загружено. Мы выпускаем релиз Bittrex 24. Он был первым, и его нужно обязательно выпустить. И, скорее всего, за ним пойдет бус, и мы будем его выпускать уже на всех. Но это же хорошо, что произошла такая задержечка. Мы можем довести компоненты до суперидеального состояния, чтобы у клиентов это уже было все красиво и работоспособно. Да, и при выпуске они, скорее всего, полежат немного в альфе. И потом мы уже после тестирования выпустим на всех. Дмитрий очень сильно интересуется, как же сайты получают такие обновления, и что это за такие любимые сайты. Но на самом деле это мой сайт, вернее, сайт моей супруги, поэтому тут можно не смотреть. На сайте просто стоит ключ разработчика, и, соответственно, я его получаю, эти обновления. Пока, как я и говорил, это доступно только разработчикам и только партнерам. То есть клиентам мы такие вещи пока не отпускаем. Вопрос от Максима. Есть ли возможность выборки товаров по разделу в том новом фильтре выпадашки в настройках компонента? По разделу? Ну, в целом, по разделу мы же можем и средствами Catalog Section выбирать. У нас есть Catalog Section по источникам данных, насколько я помню, или в основных параметрах. Вот мы здесь можем задавать код раздела, или он прилетает. Тут ты делаешь такую схему, что ты меня заставляешь фактически внутри компонента сделать для конкретного раздела один компонент. Да, я с этой задачей справлюсь, и все будет хорошо, но средний пользователю будет, наверное, немножко сложно. Здесь знаешь, что подразумевают клиенты? Они подразумевают множественную выборку из разных разделов. То есть я, например, хочу выбрать все красное из белья, из штанов, например, из платьев и так далее. Но, насколько я понимаю, в новой схеме достаточно указать просто корневой каталог, то есть указать инфоблок, и он сам сделает такую выборку. Но нельзя будет тогда выбрать конкретные разделы. Может, добавим что-нибудь такое? Да, посмотреть можно. Я сейчас не могу точно гарантировать, но я запишу это. Спасибо, Роман, за идею. Фактически мы попробуем посмотреть, как это работает, и попробуем добавить. Еще один вопросик. Фильтрация товаров совместима с композитом? Да, конечно. Орландо записывает, просто немножко отвлекся. Тогда я немножко добавлю. Естественно, все изменения, которые мы выпускаем в компонентах, они сразу же поддерживают композитный режим, и на композитном режиме будут работать прекрасно. Так, а как этот новый каталог Section работает на уровне компонентов? В смысле, он просто формирует фильтры аналогично вносимому R-фильтр, или там что-то магическое? Магия – это прекрасно. Там, конечно, не все так, как раньше у нас был R-фильтр, потому что мы сейчас эти компоненты перевели на новый API D7. Опять же, об этом будет чуть-чуть позже, уже в блоке для разработчиков. Там я как раз покажу, как можно это отнаследоваться и сделать свои выборки. Окей. Вопрос от Романа опять. А можно ли лейбы по диагонали показать, а не только горизонтально? Ну, в целом, сейчас нет у нас поддержки этого, но скорее, мне кажется, это уже более специфично и, скорее всего, это кастомизация. Ну, это не специфично, но можно, наверное, дать возможность, да, так как мы сейчас покажем, как делать, например, кастомизацию сетки, можно сделать кастомизацию показа лейбек. На самом деле, это не очень сложно будет сделать. Это небольшой блок в CSS, который просто картинку будет показывать в виде диагонали. Дмитрий спрашивает, а как вы определяете мобильное устройство? Ну, это все посредством бутстрапа у нас. Это бутстраповые классы. И, собственно, при ширине меньшей, насколько я помню, 480 пикселей, у нас это считается мобильный телефон. Отлично. Андрей интересуется, что мы исправили стандартный шаблон для использования разных цен для разного количества. Да, эта возможность будет исправляться. Кроме этой возможности выйдут еще интересные нововведения, связанные с коэффициентами. То есть у нас теперь будут множественные коэффициенты. Вот это выйдет, скорее всего, немножко позже, но мы это обязательно поддержим. Но множественные цены, насколько я понимаю, выйдут сразу же, правильно же? Да. Все, отлично. Все, Андрей, можете не переживать. Множественные цены мы восстановили внутри компонента. Мы знали, что они требуются многим клиентам. Все будет теперь хорошо. Хорошо. Так, опять вопросы про изменения. Опять про изменения, когда выйдут. Дмитрий очень сильно переживает. Сколько кода теперь внутри секции? На самом деле кода стало меньше, потому что сейчас мы выделили каждый товар. Каждый, то есть вот если смотреть, например, каждый вот этот вот товарчик в рамках каталога секшена, это отдельный компонент, компонент уже самого товара, где вся логика сосредоточена именно по этому товару. Это JS, отображение, собственно, CSS. Ну и код, который будет просто кастомизировать. Опять же, я об этом расскажу чуть позже, уже когда кастомизация по шаблонам будет. Вопрос от Андрея. А в слайдере картинок товара есть поддержка жестов? Ну, наверное, это перелистывание галереи. Да, там есть поддержка жестов. Можете свайпом переключать их. Ну и тебя Кирсанов троллит, Алексей. Он говорит о том, что время лучше выводить не в миллисекундах, а все-таки в секундах. Это более привычно для клиентов, чем в миллисекундах. Потому что я, например, не понимаю, что такое миллисекунда, но плохо учился в школе, поэтому лучше на миллисекундах. Согласен с Алексеем. Спасибо вам за ваше замечание. А можно ли поменять размер картинки в карточке? Ну, непонятно, что за вопрос. Что такое поменять картинку, размер? Вы можете установить меньшее количество выводимых товаров, соответственно, вот давай сейчас у нас 4, давай поставим 3. То есть, соответственно, у вас картинка автоматически при выдаче увеличится. Если у вас товаров достаточно мало внутри каталога и вы хотите более крупно их показать, то сделать это можно возможностью настройки вывода списка, чем просто изменением размера картинки. Потому что шаблоны все-таки адаптивные, они адаптируются скорее под размер видимой области, которую отобразится на экране, в зависимости от ширины экрана, в зависимости от размера экрана и так далее. То есть, вот сейчас мы сделали картинку более больше. Мы поставили просто меньшее количество элементов, которые будут выводиться в одной строке. Вы можете количество менять, то есть, вы можете выводить 3, потом опять 4, опять 3. То есть, сделать такой каталог немножко нестандартным. Это привлекает немного клиентов, чтобы посмотреть, о, что это такое, что-то новенькое. Когда выйдет поддержка в аналитику? Ну, она выйдет так же, как выйдут все компоненты. То есть, мы выпустим компоненты, и она выйдет в поддержку в аналитике. Да, единственное, там затронут и сейл, и каталог, и инфоблочный модуль, поэтому они могут выходить немножко, например, в сейле, скорее всего, выйдет это раньше, потому что сейл сейчас уже на тестировании. Ну, остальные… Ну, получится, что просто в аналитику будут не сразу попадать все данные. То есть, сейлы будут попадать нажатием по кнопкам, переходы и так далее. А потом выйдут остальные компоненты, и появится поддержка, например, что товар положили в корзину, в корзине изменили количество, количество перешло в оформление заказа, заказ оформлен и так далее. Да, это компоненты расположены в разных модулях. Модули будут выходить по мере их тестирования и отпуска клиентам. Соответственно, аналитика будет собираться потихонечку. Ну, и следующий интересный вопрос от Валерия. Настройка аналитики только для бизнес-версии или в малом бизнесе тоже будет? Ну, вот я считаю, что в малому бизнесу, наверное, аналитику давать большого смысла нет. Во-первых, мы должны, наверное, поддержать клиентов большого бизнеса, которые заплатили больше денег, что у них появился взрослый инструмент. Это будет одна, наверное, еще из отстроек для этой версии. В малом бизнесе, мне кажется, ну, не стоит аналитику добавлять, но вы можете меня в комментариях переубедить. Об этом у вас есть такая возможность. Пока я считаю, что в малый бизнес аналитику отдавать не хочется. Так, опять, когда это будет? Ну, и тут вопрос с подвохом. Ты сам занимаешься разработкой всех компонентов каталога или этим занимается целая команда? Ну, наверное, я немножко за Орландо отвечу. Разработкой и созданием самой структуры компонентов и кода компонентов занимается сам Орландо. Отладкой компонентов. Он у нас вообще прекрасный разработчик, но, естественно, полностью всей задачей занимается целая команда. Дизайнеры делают дизайн. Люди, которые занимаются версткой, занимаются версткой. И на эту задачу были поставлены достаточно сильные ребята, которые этим занимаются. То есть команда, вообще выпускающая компоненты на данный момент, очень сильная. поэтому я безбоязненно, например, ставил на рабочий проект эти компоненты для тестирования, потому что я понимал, что команда, которая делает эти компоненты, очень сильная. Так, опять когда будет... Ну все, здесь вопросы, просто если я начну их читать, это мы до вечера с тобой будем их читать. Давай будем двигаться дальше по нашей презентации. Структуру я немножко, давай, наверное, изменю. Ну, давай с тобой поговорим лучше не о детальной карточке товара, мы в плане лучше отдельно, а давай поговорим с тобой о возможностях для разработчиков. Я переключусь, наверное, на свой экран, потому что там больше ты будешь с презентацией всегда показывать. Так, ты видишь мой экран, посмотри. Свернеет этот экран. Нет, у тебя пока виду внимания. Все, я переключился на свой экран. Если вы нас видите и слышите, я здесь нажимал немножко не те кнопочки, наверное. Если вдруг я что-то вам сломал, поставьте плюсики, что все в порядке. И мы немножко поговорим для разработчиков о возможностях. Сейчас презентация запустится. Все. Тебе слово. В целом старые компоненты каталога, это каталог секшн, каталог топ и остальные, они были написаны в функциональном стиле, они не были переведены в свое время на ООП. И в этом релизе мы поставили себе цель сделать это просто, доступно и чтобы убрать дублирование кода и, соответственно, поддержку, вот эту лишнюю поддержку в разных компонентах. Потому что в каждом своем компоненте была своя логика, и если что-то там нужно было поправить или исправить, мы должны были в каждый компонент зайти и это исправлять. Перейдем дальше. Собственно, у нас появилась новая структура. Теперь структура компонентов выглядит таким образом. У нас есть базовый класс Base на данном, он на втором уровне. Собственно, он наследуется от Bitrix Component, от нашего главного движка. И от Base, собственно, идет разделение на элемент и элемент-лист. В Base у нас основная логика – это по выборам цен, там множество разных логик, там по SQ и так далее. В элементе у нас какие-то внутренние моменты для элемента, это могут быть свои какие-то параметры, это может быть какая-нибудь аналитика, свой собственный вид вывода о резалте. Ну и в элемент-листе также у нас есть свои, там, возможность, например, вывода из нескольких инфоблоков или, там, возможность погенации по страничной навигации. И, как можно видеть, каталог элемент наследует элемент, а остальные компоненты списка, они наследуют уже элемент-лист. Нарешаем. Посмотрим. Ну, собственно, простейший компонент выглядит таким образом. Нам нужно… можно скопировать любой из шаблонов, например, каталог секшен, и добавить класс PHP в папке компонента с таким содержимым. У нас здесь проверка пролога, подключение языковых фраз, в случае, если у нас есть какие-то свои фразы для этого компонента, и пустой класс, наследуемый от элемент-листа. Здесь мы ничего не перегружаем, и, в принципе, этот класс уже работает. Мы можем увидеть отображение товаров. Посмотрим, как можно… можно здесь отнаследоваться другим способом. Перейдем дальше. Здесь у нас один из способов наследования – это как раз перегрузка метода getProductIds. этот метод возвращает ID товаров, собственно, которые мы хотим показать. Ну, в данном случае здесь выбраны просто рандомные ID-шники для отображения. Конечно же, мы можем здесь выбирать, например, из просмотренных товаров или выборку из бестселлеров, когда у нас есть какие-то ID-шники, и вы можете отображать. Либо вы можете отобразить те товары, которые вы действительно сейчас хотите продать, потому что, ну, там, они там с… ну, по любым критериям, собственно. Перейдем дальше. Вот в данный момент я здесь просто создал у инфоблок… ну, в инфоблоках я создал свойства. Свойства сейл, вот оно выделено комментарием. И я хочу показать, например, все товары с этим свойством. Я наследую getProductIds, перегружаю его, и выбираю все ID товаров с этим свойством и возвращаю обратно. Собственно, у нас выборка, получается, со свойством сейл. Всех товаров с указанным свойством сейл. Немножко пример, конечно, некорректен, потому что мы можем это сделать с помощью как раз-таки фильтров. Вот, перейдем дальше, я вам покажу. Второй вариант, как мы можем кастомизировать выборку, это мы можем использовать вместо конкретных каких-то товаров, продуктов, ну, ID-шников товаров, мы можем возвращать свои собственные фильтры. У нас есть метод getFilter. Фильтры мы можем указать. Например, мы здесь берем фильтр родителя и просто дописываем, что хотим также, чтобы были активные товары и со свойством сейл. Собственно, их возвращаем, также указываем сортировку через метод getSort, там, на модификацию в обратном порядке, и мы увидим новые, по сути, ту же самую выборку, которая была в прошлом слайде, это все товары со свойством сейл. по сути, это у нас то же самое, что мы выбирали в параметрах компонента отбором, то есть мы здесь также могли выбрать, показать нам все товары со свойством сейл и активные. Тут, конечно же, вот как был вопрос, в данном контроле не все могут поддерживаться, все варианты, которые вы можете только придумать, поэтому для этого и сделана легкая поддержка и кастомизация в плане или через getProductIdees, или мы можем написать свой фильтр, который выбрать, там, под запросы, запросы. Все это поддерживается, и можно легко наследовать и сделать свою выборку. Вот здесь список как раз тех методов, которые могут, которые более всего полезны, это getProductIdees, опять же, возвращает массив ID товара, getFilter, getSort, getSelect, они возвращают соответствующие поля, фильтры, и prepareAction – это, если вы, например, захотите сделать какое-то свое действие, например, выборку какого-то товара одного, вы можете передать эту строку, сделать соответствующий метод, например, initialLoad, который у меня здесь указан в примере, он вызывает метод initialLoad с postfix action, и в initialLoad action вы можете указать свою логику, какие-то, может быть, свои выборки и так далее, и отображать это по-своему. Ну, в целом, у нас переведены на эти, на эту, на новые компоненты как раз-таки каталог section, каталог top и каталог view product, где вы можете посмотреть, как это реализовано, и в случае чего можете так же отнаследоваться и сделать что-то свое. Я думаю, мы сделаем, наверное, отдельную статеечку, такую более техническую, в которой немножко про это расскажем. Здесь вопросик сразу упал от Романа. Про tech-теджи нельзя переопределить в отнаследованном классе, я что-то не так понял. В отнаследованном можно. Так, идем дальше. Собственно, вот в данном случае по той выборке, которая у меня была, с товарами со свойством sale, с фильтром по sale, опять же, по свойству sale я выбрал в настройках компонента отображать метку sale и ее расположение, и мы получили на выборке товар, который я хочу указать в разделе распадажа. Следующее – это шаблоны компонентов каталога. В шаблонах также мы переработали полностью на новую верстку и еще одно нововведение – это компонент каталог item. Это теперь каждый товар. Это, собственно, свой компонент со своей логикой по этому товару, и все стили, вся JS-логика, все находится в этом месте. В чем преимущество этого? Если раньше у нас у каждого компонента, например, каталог section, каталог top, view products и так далее, у них у каждого как раз-таки было свое отображение, и вся эта логика была в каждом компоненте. Сейчас мы это выделили в одно место. Преимущество это в чем? Это простота кастомизации, то есть мы хотим изменить какое-то расположение картинки или лейбла или еще чего-нибудь. Мы не делаем это в каждом нашем компоненте, а делаем просто в одном месте каталог item. Также это простота поддержки. В случае, если что-то вы хотите изменить, вам не нужно, опять же, идти везде и все это править. Вы правите это в своем месте, в одном месте, и у вас на всем сайте отображается ваше исправление. Ну, опять же, каждый товар – компонент. Это избавление от дублирования кода, и следствие от этого простота кастомизации и поддержки. Также нововведение – это помимо мы можем подгружать BigData через Control, также у нас есть просто отложенная подгрузка. Она включается уже к кастомизацией компонента. На самом деле, я думаю, скорее всего, мы выведем это все в настройки для простоты. И можно будет, например, сделать кейс, если вы хотите, у вас есть какой-то разделчик внизу страницы, который, ну, по сути, клиент не всегда до него доходит и не всегда его видит. И при первой загрузке он вам не нужен. То есть вы можете сделать, например, отображение этого раздела только в тот момент, когда он докрутит до этого раздела. В этом есть преимущество – это производительность, лишние ресурсы не нужно тратить. Также вы можете подмешивать свои товары. Это какие-то товары, которые вам нужно допродать или, ну, разные варианты могут быть. Вы просто подключаете это в шаблоне template.php, deferred.load, и в компоненте перегружаете метод getDeferredProductIds и возвращаете таким же способом, как getProductIds массив, который вам, ну, массив ID товаров, которые вы хотите отобразить. Преимущество, опять же, это производительность. Вы подгружаете товары только тогда, когда вам это требуется. Условия для этого вы можете придумать, например, только при увидении этого, при просмотре этого раздела. Кастомные варианты отображения. Опять же, то, что меня спрашивали сейчас на вебинаре. На данный момент у нас есть 10 вариантов отображения, и мы добавили, кстати, новый вариант отображения в строку. Не спеши, это был вопрос. Мы сейчас попозже вернемся к этому. Собственно, новый вариант отображения можно сделать, и это сейчас покажем как. Для этого требуется, опять же, в наследованном классе унаследовать getTemplateVariantMap. Это карта, собственно, вариантов отображения. Вы здесь добавляете свой вариант. Тут указываете, ну, его ID. В данном случае это десятый тип. Количество строк, если где-то нужно выделить какой-то товар. Ну, и множество разных. Это, опять же, будет все документацией описано, как это сделать. Перейдем дальше. То есть добавляем это в классе компонента и в шаблоне компонента, в блоке, где мы выбираем наш... Ну, где идет, происходит выбор, какой отображать. Мы просто дописываем вот этот вот кейс с ID-шником этого варианта. То есть мы в кейс 10 выведем свою верстку. Можно взять в целом по аналогии, как с верстом выше, добавить какие-то свои варианты, там, изменить что-то. Ну, и в целом там просто происходит подключение каталога Itima, который вы также можете свои параметры передать в сам этот компонент и их использовать дальше. В целом в итоге у нас есть... Это новые классы ООП. Мы можем воспользовать какие-то свои определенные выборки фильтров, переопределить полностью каждый, по сути, почти каждый метод, который вам нужен, отдать какие-то свои дополнительные данные или изменить текущее, существующее, кастомизировать в одном месте каталог Itima, ну, использовать отложенную загрузку и создавать свои варианты отображения, которые... Мы, конечно, не все охватили варианты, их миллионы множество, поэтому сейчас, наверное, про... Так, давай немножко по вопросикам пройдемся. Во-первых, всех интересует вопрос, что произойдет со старыми компонентами, вообще, как это все будет работать и не развалится ли. С компонентами все будет хорошо на сайте, который мы показывали с Big Data, это TORTIC39, мы как раз-таки можно увидеть, что используются в некоторых разделах старые компоненты, а в некоторых разделах уже новые компоненты. Фактически можно запустить одновременно. Но мы по аналогии сделаем, как всегда мы делаем в компонентах, старый шаблон будет переопределен в шаблон OLD, то есть мы дефолтный шаблон стандартный переопределяем в OLD, этот шаблон становится как бы устаревшим, мы его деприкейтем и не будем поддерживать. Новый шаблон становится новым стандартным дефолтным шаблоном, вы можете использовать. Если вам не нравится по каким-то причинам новый шаблон, или вы пока не готовы его использовать у себя на сайте, вы можете переключиться на наш старый шаблон, чтобы не развалилась логика и совместимость. Насколько я понимаю, в компонентах есть галочка использовать совместимость со старыми компонентами. Да, это есть одна из галочек, там некоторые моменты, которые в новых компонентах желательно не использовать, она по умолчанию включена, и, конечно, если вы будете переходить полностью на новый компонент, уже на новую верстку, на новую логику, вам, конечно, следует будет отключить ее, после этого, конечно, проверив, что все у вас корректно отображается, все правильно, все счетчики считаются. Но в целом компоненты, они полностью совместимы. Тот вывод, который был, R-exalt и R-exalt, они все совместимы. То есть мы старались сделать полную поддержку со старыми компонентами, как я уже говорил выше, даже есть возможность на одном сайте использовать как старый компонент, так и новый компонент. Никаких проблем это не вызывает. Другой вопрос от Дмитрия. Поменяется ли структура базы данных? Нет, база данных в данных обновлениях не изменяется. Мы используем то, что у нас уже... Еще один вопрос. А возможно ли выбрать уникальный для конкретной страницы с шаблоном компонента item? Да, но единственное, здесь компонент item, он подключается в вашем шаблоне, например, каталог section. Если вы хотите на одной странице item один, а на второй другой, вам нужно будет просто использовать два разных компонента каталог section, потому что в одном у вас будет, например... Или использовать разные варианты. То есть вы можете сделать свой дополнительный вариант отображения, который будет подключать, например, не каталог section с дефолтным, не каталог item с дефолтным шаблоном, а будет подключать... Шаблоном-то останется. Да, а другой. И еще вопросик от Романа. Про R-фильтр. Они рассказали, механизм передачи сохранился? Если вы говорите про глобальный, который R-фильтр, да. Но это если я понимаю об этом речь. Если о самом методе, то это новый метод, не совсем понимаю тогда, о чем вещь. Но, скорее всего, это про глобальный фильтр, который у нас в настройках можем мы задать. Да, там все сохранилось. Еще один вопрос от пользователей. Получается, новый компонент отображения товаров в секции? А немного ли будет запросов в сторону BD? И как она будет обрабатывать, если свойств, например, 3000 будет внутри секции, которая будет отображаться? Еще раз можно? Смотри, у нас есть раздел, в котором выводятся какие-то некоторые товары. Не будет ли множества, слишком большое количество запросов к базе данных, вообще запросов, чтобы сформировать выдачу, например, 50 элементов из раздела, в котором 3000 свойств? Понятно, что не все 3000 свойств сразу отображаются на экране, но нужно же выборку сделать, какие свойства показать, какие не показать. Насколько я знаю, там, ну, то есть, как измениться, ничего в худшую сторону точно не могло, потому что там выборки не менялись никакие. По сути, тоже отображение, тоже, ну, те же выборка, та же свойсть, все то же самое. На самом деле, я здесь даже добавлю, что ребята, которые занимались именно кодом, внутренним кодом, мы здесь все-таки меняли структуру компонента, сами методы, которые выдавали выдачу и делали формирование данных для выдачи, менялись отдельно, и там очень сильно была увеличена производительность. Насколько я понимаю, сразу это не выйдет совсем, но должно в ближайших обновлениях, должно это все выйти клиентам, и скорость даже увеличится, запросов станет меньше, вам даже, наверное, станет немножко удобно. Учитывая производительность и новый компонент, вот каталог ITEM и подключение его, в плане базы данных производительность не пострадала. Единственное, там есть небольшое совсем увеличение в плане подключения просто компонента. Но это совсем минимальная потеря времени, которая, учитывая ту же самую линиевую подгрузку, lazy load, она вообще, в принципе, нивелируется. То есть нам не нужно теперь подгружать там все 50 товаров, если мы можем подгрузить там сначала 15, потом постепенно их догружать уже по факту, по требованию. Большое спасибо, ребят, за все комментарии, которые вы оставляете, и очень приятно за те похвальбы и те похвалы, которые вы выносите в сторону наших разработчиков. Мы очень старались в данном релизе сделать компоненты просто идеальными. Мы хотим сделать, чтобы наш магазин был лучший на пространстве, в котором мы его предпродаем и на котором мы его представляем, чтобы вы по умолчанию могли использовать самые новейшие технологии, и вы еще не видели детальку, на которую мы сейчас перейдем через некоторое время. Давай еще немножко вопросов. Так, 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 про базу данных уже спрашивали. Вот, вот этот интересный вопросик, который я хотел задать. Будет ли представление раздела товаров в виде списка с картинками? Давай покажем пользователю. Я сейчас переключусь на тебя, потому что мы дальше пойдем по деталке. Переключусь на тебя, и мы покажем, будет ли у нас такая возможность. Вернемся. Show my screen. Так, картинку вижу в твоем. Места браузер сегодня вижу. Хром. Юрий. Спрятал хром. Спасибо. Ну, собственно, детально, страница детально выглядит теперь новым, по-новому. Это новый дизайн, новая верстка. Опять же, это bootstrap. Подожди, подожди, до деталки мы добежим. Давай посмотрим список новый, который показывает в виде карточек, а в виде списка. Да, у нас появился... Я перешел немножко. У нас появился новое отображение списком. Это такой же вариант отображения, как и остальные. Сейчас мы удалим старые. И добавим... Ну, добавим там 4 товара, да. Покажем, как это примерно выглядит сейчас. Сейчас он еще не... Некоторые моменты здесь доверсываются, потому что буквально недавно мы добавили это. Ну, собственно, основная суть в чем, что мы теперь минимизируем пространство, стараемся показать все, как... Ну, я думаю, ты скажешь лучше для оптовиков. Да, во-первых, этот компонент в основном рассчитан на тех, кто показывает товары очень огромными списками. Скорее всего, это какая-то B2B-шная компания, которая продает оптом товары, или у них очень много товаров, и клиентам удобнее и интереснее посмотреть товары именно вот так. Мы стараемся занять как можно меньше объема пространства в строке. Строчка может подгоняться, она будет изменяться по свойствам, которые вы показываете. Мы фактически делаем три колонки, которые будут складываться на мобильном устройстве последовательно. Вы можете указывать, что будет выводиться в этих колонках, какие свойства будут выводиться. Вы также можете менять структуру отображения, то есть что цена вверху, кнопка внизу или еще что-то. Можно будет в каких-то минимальных изменениях вводить в вещах. Если не будет картинки, будет строчка просто расширяться и становится еще лучше, если у вас достаточно мало свойств. И склопываться просто, мы будем показывать просто строку без картинки. То есть у вас теперь появится возможность достаточно компактно вывести большой объем каталога, в котором нужно, например, просто задать количество товаров, которые вы хотите купить и положить его в корзину. Так как у нас блок управления в корзину или перейти к корзине полностью теперь настраиваем, вы можете сами задать, какое количество кнопок и какие кнопки отображать. То есть вы можете добавить две кнопки, одна из них будет, например, добавить в корзину, вторая оформить заказ. Сейчас вы можете полностью перенастраивать карточку под себя, как она вам требуется, именно для вашего магазина. Так, ну и давай, наверное, тут вопросов просто очень много. Ну тут интересный один вопрос, я, наверное, последний задам. Говорят, фиговую нику у тебя, Орландо. Но вообще-то это не ника, его так зовут. Вы бы знали, как девушки на это западают, вы бы это не спрашивали. Ну давай все-таки про деталку. Так, ну детальная страница у нас довольно серьезные изменения претерпела. Сейчас это у нас новый Bootstrap адаптивная верстка, разное отображение на мобильных планшетах и десктопах. У нас есть теперь новая галерея, новая лупа, режим лупы. В прошлом, в старом компаненте у нас поддерживалась только или галерея с фуллскрином, с полным экранным режимом, сейчас у нас поддерживается... Только не про листовый пока компанент. Только лупа. Да. Так, ну, собственно, режим лупы. Выберем, наверное, все-таки поинтереснее какой-нибудь товар. Собственно, вот у нас товар немного скул. Режим лупы. Это у нас галерея. Полноэкранный режим как раз-таки тут отключен. Ну, сейчас его включим. Зайдем в настройки детального. Посмотрим. Да, у нас режим отключен. Отключим оба. Сейчас у нас есть полноэкранный режим. Мы можем также здесь смотреть с лупой. Мы можем просто посмотреть, полистать, выбрать товар, если он нас устраивает. Ну, в целом, добавились также блоки. Блоки – это описание, характеристики, которые можно будет вывести. Опять же, они на данный момент... В целом, эти два блока, они будут разные. То есть вы можете здесь указать те свойства, которые вы действительно хотите показать по конкретному, может быть, иску. А здесь указать полные характеристики товара. Все это характеристики, которые устраивают. Ну, и блок «Комментарии». Опять же, здесь рейтинги, контролы. Ну, в целом, как и в старом компоненте, мы также можем выбрать в корзину, купить, какой из этих блоков мы выделим. Например, в данном случае корзина у меня, она как-то не выделена, и купить выделена. Самое главное изменение, которое есть, в принципе, в детальной карточке товаров, которую мы хотели добиться, это ее легкость. Сейчас хочется, чтобы на экране, когда показывается карточка, сейчас вообще все стараются карточки делать в стиле, как делает, например, Apple или делает им видео, выводя свои товары. Они делают, как бы, типа лендинга. Выводится информация внизу карточки товаров, она красивая, подобранная, она рассказывает о товаре очень подробно. Это влияет и на SEO, это влияет и на восприятие клиентам определенных товаров. Это, естественно, делается не для всех товаров, а только для каких-то конкретных, но это можно сделать для раздела, для товаров, например, которые отображаются более крупно по свойствам. Но при просмотре такой карточки всегда хочется, чтобы цена или какие-то элементы важные крепились кверху. И теперь такая возможность появилась внутри компонентов, если клиент начинает прокручивать компонент, мы начинаем подключать к верху экрана самую важную информацию. В шапку появляется цена, картинка товара, ее свойства, которые вы можете выбрать, кнопочки и появляется возможность выбирать характеристики, комментарии и так далее. То есть компонент стал вот таким вот легким, красивым, он прекрасно адаптируется, с прекрасной галереей. Я надеюсь, что вам новая деталька очень понравится. Я прям очень сильно ее уже хочу себе поставить на сайт. Единственное, не было никак времени это сделать. Но я думаю, на днях мы это добьем. Так, тут интересное замечание для отображения товаров списком. Не плиткой, а списочком. Просят вывести туда остаток товара. Это хорошее замечание и для B2B сегмента, для оптовиков это, наверное, очень важно. Давай это как свойство. Да, это можно будет вывести. Единственное, нужно будет посмотреть. Отдельный control настройки, скорее всего, у нас появится. Мы подумаем, что туда вывести еще, кроме остатков, пометь все в тетрадочке, чтобы мы не забыли. Так, пока Ланда помечает, давайте я посмотрю, какие вопросы у вас есть по деталкам, которые вы задаете. Роман спрашивает, можно ли на вкладке, вот эти вкладочки, которые отзывы, комментарии и характеристики менять название. Да, наша схема работы в новых компонентах. Вы можете, в принципе, изменить любое название, как кнопок, так и каких-то определенных, предопределенных текстов. Естественно, вы сможете сделать изменения, связанные с выводом вот этих вот блоков. Скорее всего, потом появится еще в статье, в которой мы детально напишем, как создавать такие вкладки самостоятельно. То есть добавлять, появятся методы, которые дадут возможность это сделать. Так, можно ли показать, как будет выглядеть на мобильной версии? Ну, наверное, на компьютере достаточно сложно, но давай попробуем на эмуляторе хотя бы показать. Мы что-то не притащили шнурок, чтобы подключить мобильную версию до нашего упущения. Ну, давайте попробуем просто симулировать на эмуляторе. Вот, мобильная версия выведена на эмуляторе. Мы эмулируем здесь достаточно маленькую мобилу. Вот так вот выглядеть будет компонент на мобильной версии. Тут интересное еще замечание, пока ты с мобила развлекаешься. Как говорит Александр, это фич реквест. Они говорят, что мы сделали возможность выводить карточку в списке в виде айтемов. А не хотим ли мы сделать что-то похожее в виде компонента или в виде вот такого вот айтема для блока из кью-элементов? То есть вот для вот этого блока, чтобы их было легче кастомизировать. То есть они будут подставлять свои схемы отображения для них. В целом, да, мы еще изначально думали, когда проектировали эти компоненты. Но тут, опять же, нужно найти баланс, потому что подключать много компонентов – это тоже нехорошо. То есть нужно иметь границы. Надо посмотреть вашу задачу конкретную. Если просто кастомизировать, то... Здесь все-таки не компонент. Здесь все-таки нужно ввести по логике айтема. То есть как для списка, чтобы ты мог переопределить данную схему в деталки. Она переопределялась, не знаю, каким-то методом. И ты мог бы там выводить свои отображения. Также менять, как ты сейчас схему вывода можешь менять. То есть ты делаешь кейс десятый, и ты десятый кейс выводишь. Здесь такая же схема. То есть создается кейс два для другого вида. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, здесь переставим. Как можно настроить выводимые характеристики? Вот это шикарный вопрос от Алексея. Спасибо за вопрос. Теперь характеристики – это те же свойства, которые есть у вас в каталоге. Вы можете вверху, то есть вот в этом блоке, где выводятся характеристики, задавать отдельные значения свойств. То есть туда можно выводить какие-то свойства дополнительно, отдельно. А все остальные свойства… Давай, кстати, сразу я пока буду рассказывать… Сейчас, наверное, на этой установке сейчас у нас не будет. Внизу вы сможете выводить свойства более расширенные. Это отдельный контрол настройки будет. И можно будет… Ну, здесь, да, нет свойств. Это все-таки демокаталог. Здесь нечего вывести. Туда можно будет вывести все остальные свойства. То есть, предположим, у вас телевизор, у него очень большое количество свойств. Вверху выводит самое главное, например, размер телевизора, его технология, OLED, не OLED и так далее. А внизу выводите все-все-все-все-все-все свойства, которые есть у телевизора. Теперь вы на это можете влиять. Они будут создаваться в виде такой достаточно красивой таблички. Ее можно будет тоже, естественно, кастомизировать под себя, если вам это необходимо, либо использовать нашу штатную. Вы можете теперь это настраивать. Так. Нас тут троллят материал дизайн еще не начали осваивать? Нет, не начали мы его осваивать, он нам, если честно, не очень сильно нравится. Нам наша схема нравится больше. Но тут, конечно, все зависит от возможностей. Тут уже говорят, что ты кумир чей-то. Игрок красавчик, говорят, все сделал шикарно. Спасибо. Это очень приятно. Спасибо вам, ребята. Подкрепление документов в карточке с описанием. Да, это, наверное, интересная вещь. У нас же могут быть свойства в виде файлов. Давай действительно предусмотрим, чтобы была возможность подкреплять туда документацию. Да, это предусмотрим. Спасибо большое, Олег, за замечания. Хороший фичер-реквест, как вы говорите. Это, наверное, интересно. И мы предусмотрим вывод файлов. Это интересно. Очень приятно, что у вас сразу же есть замечания. Пока компоненты находятся в альфа-версии, вы можете писать замечания либо мне, либо Орландо напрямую. Мы будем рассматривать ваши предложения. И, может быть, какие-то небольшие изменения, которые не повлияют сильно на процесс тестирования, мы сможем сразу же добавить. Как насчет группировки свойств? Чтобы сгруппировать по-хорошему свойства, нужно делать группировку внутри сначала инфоблоков. Внутри инфоблоков у нас группировки свойств нет. Пока группировки свойств нет и здесь. Я понимаю, что для отображения реального свойства группировка какая-то нужна. Пока непонятно, как сделать. Мы можем из самого простого, конечно, вывести возможность внутри контрола выводить какую-нибудь псевдогруппу. То есть мы делаем псевдогруппу, ее графикой выводим. То есть нет в инфоблоках, но здесь повлияем. Тоже пометь, наверное, давай подумаем. Это действительно для свойств интересно. Спасибо, Дмитрий, за замечание. Это действительно интересная возможность. Да, нет пока в инфоблоке такой возможности, но мы попробуем что-нибудь сделать в компоненте. Это будет, наверное, интересно. Ну, про троллинг я шутил. Тут ребята обижаются, что я говорю, что у нас троллите. У Ромза спасибо, мы ничего подсматривать не будем. Мы понимаем, как сделать группировку. На самом деле ее не очень сложно сделать, но мы пока не дошли. У нас не дошли руки до изменения именно инфоблоков. Не хочется влезать в изменения инфоблоков только ради того, чтобы сделать группировку. Если мы будем переделывать саму схему работы с инфоблоками, то мы ее будем делать глобально. То есть мы будем добавлять сразу какие-то возможности драгедропа и так далее. Спасибо, мы видели, как сделал Ромза. Согласен с заявлением Дэна насчет интересных моментов у Ромзы. Корзину тоже будет переписывать когда-нибудь Орландо. Интересный, конечно, вопрос. Но, наверное, мы сначала выпустим не корзину. Корзина очень большая работа. Мы, скорее всего, сделаем изменения по корзине внутри сейлорди Раякс. Если вы обратили внимание, мы изменили, когда сейлорди Раякс. И у нас корзина стала появляться, возможность появления вверху. И совсем легко можно, ну, вернее, не совсем легко, а мы это закладывали для того, чтобы можно было легко потом сделать возможность выбирать какие товары внутри сейлорди Раякса. Выбирать их количество, выбирать их свойства. И сделать полноценную корзину внутри сейлорди Раякса. Это будет заготовка под большую корзину. Ну, и будет еще одна приятная возможность отказаться от корзины вообще. Я, например, не понимаю, зачем нам дополнительный лишний шаг внутри корзины, который создает, как бы, ну, лишние проблемы клиентам, лишний шаг и лишняя потеря на конверсии. Спасибо, ребят, за нововведение, что вы говорите, что они вам очень понравились, что Орландо молодец. Он действительно молодец. Он сделал прекрасные компоненты. Надо битрикс переписывать. Нет, битрикс переписывать не надо. Его нужно улучшать постоянно итерационно, чем мы, кстати, и занимаемся. Ну, наверное, будем... У нас еще что-то осталось, то, что мы хотели показать. Ну, в целом, я хотел просто сказать, что так же, как мы кастомизируем, как я показывал кастомизацию элементов, точнее списков, мы так же можем кастомизировать и выдавать свои какие-то дополнительные свойства или параметры в детальную страницу, так же наследованием компонента элементов. Все, отлично. Тогда мы будем завершаться. Я вернусь тогда к презентации. Так, так, секундочку. Переключение сделаю. Оно вот не такое удобное, конечно, как могло бы показаться для вебинаров. Итак, если вам был интересен и полезен наш вебинар, поставьте, пожалуйста, оценочку во вкладочке «Questions». Нам очень будет ценно ваше мнение. По вашим мнениям, мы стараемся улучшать вебинары и делать их более информативные и интересные. Если у вас есть идеи, размещайте их обязательно на сайте idea.1sbitrix.ru. Вот делайте компоненты. Мы прошерстили идеи еще раз полностью. Мы очень много нововведений добавили по вашим просьбам, которые вы указывали на идеях. И, наверное, после выпуска компонентов на идеях закроется около полсотни идей, которые там висели достаточно продолжительное время. Спасибо всем за внимание. Спасибо за ваши вопросы. Было приятно на них отвечать. До новых встреч, друзья. Приезжайте, приходите к нам еще и пользуйтесь нашим продуктом. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok